Здравствуйте, друзья! В эфире Татьяна Черонова. И в этом видео уроке я покажу вам, как быстро и легко сделать вот такой вот красивый видеоролик с красивыми переходами и эффектами. Делать мы его будем в программе Fotodex про шоу-продюсер. Открываем ее. В ней получаются прекрасные видеоролики или слайд-шоу, как их правильно называть. В этой программе они называются презентации. Вот у нас тут выплывает объявление. Если мы нажмем «Да», то он начнет загружать предыдущую презентацию. Если нажмем «Нет», то он ничего не будет загружать. В этом видео уроке я покажу вам, как создать презентацию с помощью мастера презентации. Хочу посоветовать такое создание презентации всем новичкам. С помощью этого мастера вы быстрее познакомитесь со всеми возможностями данной программы. Посмотрите, какие там есть стили, переходы. Это во-первых. А во-вторых, презентацию вы сделаете быстро и сможете все исправить, то, что вам в ней не понравится. Нажимаем «Мастер». Жмем «Создать». А если по какой-то причине это окошечко у вас не открылось, то ничего страшного. Находим этот значок на верхней шкале и точно так же на него нажимаем. Добавить. Выбираем папочку на компьютере, в которой у нас помещены все фотографии для слайд-шоу, которые мы хотим создать. И скачиваем либо по одной фотографии путем нажима «Открыть», либо выделяем просто все фотографии и жмем «Открыть». Вот фотографии добавились. Здесь что мы можем сделать? Можем перетаскивать вот таким путем их с места на место. Можем перемешать. Можем выделить какую-то фотографию, повернуть. Можем удалить ненужные фотографии. Вот тут, например, очень много бордовых роз получается. И какую-то я сейчас из них, пожалуй, удалю. Дальше жмем «Далее». Здесь мы можем добавить музыку презентации. Но я ее сейчас добавлять не буду, а покажу вам, как это делается, если вы по какой-то причине не добавили музыку. Но знайте, что просто добавляем музыку, открывается папочка. То есть папочка не открывается, мы ищем ее на компьютере. И просто жмем на значок с музыкой и «Открыть». Но я еще раз повторяю, что этого делать не буду. Покажу вам, как это делать, если вы забыли почему-то добавить музыку. Жмем «Далее». И вот перед нами тут темы презентации. Здесь их много. Вы потом их сами все посмотрите, что они из себя представляют. Выбираем вот эту. Здесь больше всего тем. И жмем «Далее». Здесь мы пишем название презентации. Я назвала ее «Роза Тест». Дальше уровень динамичности. Низкий уровень – это будет медленная презентация. Умеренный. Умеренный темп презентации. И высокий. Презентация будет идти очень быстро. Я обычно ставлю где-то между низким и умеренным. Потом все это тоже можно регулировать на шкале. Соотношение сторон давайте лучше использовать широкий. Чтобы у нас не было черных кусочков, когда мы загрузим видеоролик на YouTube. Жмем «Создать». И некоторое время ждем, пока программа создаст презентацию. Вот видите, она здесь создает уже с переходами. Все это автоматически она берет. С эффектами для каждой фотографии. Все это мы можем менять. Вот презентация создалась. И готова к просмотру. И нам показывают на этом экране, как выглядит наша презентация. Если в целом вас презентация устраивает, вы можете нажать «Далее». Если она вам вообще не нравится, вы можете нажать «Повторить». Но мне, например, она не очень нравится. И тем не менее, я нажму «Далее», чтобы не задерживать видеоурок. Жмем «Далее». Теперь мы можем сохранить презентацию, опубликовать презентацию, узнать, как настроить презентацию. Для начала сохраним презентацию. Сохраним в той же папочке, в которой у нас все фотографии, чтобы не путаться. Жмем «Единичку». Ну, вы назовете ее, как хотите. И сохраняем. Пусть она сохранится на всякий случай. Публиковать презентацию мы сейчас с вами не будем, так как в следующем уроке мы будем ее править. Вот единственное, что мы можем узнать, как настроить презентацию. Нажимаем. И нам здесь идут подсказочки. Написано, что мы использовали в мастере презентации. Теперь мы можем изменить все, что пожелаем. То, о чем я вам и говорила. Жмем «Ок». Жмем «Готово». Дальше я обещала вам показать, как поставить музыку. Если мы ее по какой-то причине поставить забыли. Жмем «Музыка». Еще я вам не сказала, что если вам не удалось найти программу на русском языке, она у вас на каком-то другом, то вы не расстраивайтесь. Значки там точно такие же, как и в русской программе. Вы жмете на этот значочек и жмем «Добавить звуковую дорожку в презентацию». Опять идем в ту папочку, в которой у нас все сохранено. В том числе и «Музыка». Открываем музыку. То есть жмем на музыку, выделяем ее, жмем на «Открыть». Так, так. Нажимаем «Ок». И вот импорт звукового файла идет у нас. Музыка загрузилась. И внизу под слайдами у нас появилась вот такая вот дорожка. И теперь мы с вами можем посмотреть презентацию. Еще обратите внимание вот на этот раздел. Здесь можно нажать на сборку. Вид поменяется. То есть можно перетаскивать картиночки на панель. Дизайн. Это в той, в которой мы делали презентацию. И вывод. То есть уже вывести можно готовить. презентацию. Я обычно работаю в дизайне. Итак, смотрим, что у нас получилось. Обрабатываем музыку. И выводим презентацию для публикации. Как работает со слайдами и с переходами, я покажу вам в следующем видеоуроке. Жмем «Пуск». Здесь мы еще все это можем посмотреть на большом экране. Жмем на этот значок. Жмем «Плей». Поехал. «Презентация на большом экране». Жмем «Эскейп». Презентация прекращается. И показ на большом экране прекращается тоже. Нажимаем опять на этот значок, чтобы у нас презентация не шла в большом экране. И сейчас мы с вами поработаем со звуком, чтобы уже вывести презентацию. Для этого делаем вот что. Вот наша шкала со слайдами. Тут есть шкала и есть слайды. Чтобы работать со звуком, мы переходим с вами на вкладчику «Шкала». Нажимаем «Контур». Шкала звука у нас выделяется желтеньким. И дальше мы делаем вот что. Ставим сюда курсор, чтобы пошло две стрелочки в разность. И тянем вот сюда звук. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы мелодия не обрывалась на неподходящем месте. Сейчас ее подтянем. И теперь нам надо посмотреть, чтобы начиналась она сначала. Недостаточно подтянули. Тянем еще. Доводим ползунок вот этот до конца. И здесь тоже. А, вот видите, у нас она подвинулась. Опять нажимаем «Контру». И двигаем, чтобы она начиналась с самого начала. Опять идем назад. Не дотянули. Значит, жмем опять «Контру». И тянем ее назад. Тянем до конца слайдовой шкалы. Сначала отпускаем курсор. Потом кнопочку «Контру». Иначе она опять убежит у нас. Теперь посмотрим. Так, опять не сначала. Опять подтягиваем. Теперь у нас все сначала начинается. А вот здесь, видите, звук идет таким треугольничком. Это плавное затухание звука у нас будет звучать. Сейчас я вам покажу, как это звучит. Все сделаем его побольше. Так, ищем тут бегуночек наш. Здесь, кстати, есть еще клавиши зума. То есть увеличение и уменьшение. Сделаем его покомпактнее, чтобы нам вся шкала была видна. Здесь минусы ныть. Так, ведем бегуночек. До начала затухания. И слушаем, что у нас получилось. Ну вот, вроде более-менее у нас заканчивается музыка. Если вас это не устраивает, вы ищите тот момент, на котором вам хотелось бы, чтобы музыка заканчивалась. И, например, убираете вот эти вот слайды. Либо меняете время воспроизведения слайдов и переходов. Как это делать, я покажу вам в следующем видеоуроке. Итак, допустим, что нас все устраивает. Мы нажимаем публикация. Я обычно вывожу в разделе для компьютер видео для устройств, компьютеров и интернета. Жмем сюда. У нас пошла загрузка списка файлов. Потом у нас открывается вот такое вот окошечко. Я обычно выбираю тоже вот этот формат. Самый большой, самый хороший для Ютуба. Здесь я ничего не меняю. Потому что на Ютубе ролики, созданные в таком режиме, смотрятся прекрасно. Нажимаю создать. И меняю здесь название, если мне это надо. Выбираю папочку на рабочий стол. Вывожу в данном случае, жму сохранить. И вот у меня пошло создание видео. Некоторое время надо будет подождать. Вот здесь пишут, сколько осталось. 15 минут. Естественно, я не буду ждать. Сейчас просто прервусь. А потом мы с вами включим видеоролик. И посмотрим, что получилось. Итак, видеоролик наш создался. Нажимаем ОК. Я ролик сохраняла на рабочий стол. Вот он. Открываем его. Смотрим, что у нас получилось. Делаем тиший звук сразу же. Итак, я показала вам, как быстро создать, как это называется в программе Fotodent ProShow Producer презентацию. В следующем видеоуроке я покажу вам, как редактировать презентацию, слайды, переходы. А сейчас мы с вами закрываем программу ProShow Producer. Жмем на крестик. И появляется окошечко, которое нас спрашивает, сохранить ли изменения, которые мы сделали в последней презентации. Итак, мы нажимаем Сохранить. Так как в следующем уроке я вам буду показывать, как работать именно с этой презентацией. Жмем Сохранить. Все, программка закрылась. Если вам понравился видеоурок, то нажмите на кнопочку Нравится под видео пальчик вверх, чтобы стал зелененьким. И если вам интересны подобные видеоуроки, то подписывайтесь на мой канал. Кликайте для этого на окошечко, которое появилось в середине экрана. А я желаю вам всего доброго. До встречи в следующих видеоуроках.